Уважаемые коллеги, меня зовут Олег Татанов, и я хочу представить вам свою работу, посвященную идентификации белков в составе экзосом, ассоциированных с поверхностью форменных элементов крови больных раком молочной железы, вовлечённых в диссиминацию опухоли. Экзосомы — это мембранные структуры размером от 30 до 100 нм медицинального происхождения, секретируемые клетками как непосредственно в микроокружении, так и в биологические жидкости, такие как кровь, моча, слюна и прочее. В составе экзосом переносятся белки, функционально активные МРНК и микро-РНК. При этом состав экзосом отражает состав секретирующих клеток. В настоящее время показано участие экзосом в межклеточной коммуникации, транспорте белков и РНК. Кроме того, в различных исследованиях показана возможность экзосом участвовать в процессах, ответственных за развитие злокачественных новообразований, таких как рост и инвазия опухоли, влияние на адгезию клеток, стимуляция ангиогенеза, иммуносупрессии и устойчивость к лекарственным препаратам. Целью работы являлось выделение, характеризация и сравнительный анализ протеома экзосом в норме и при раке молочной железы, а также поиск опухолиассоциированных белков в их составе. Циркуляция секретируемых опухолевыми клетками экзосом в крови делает их перспективной целью для выявления биомаркеров злокачественных новообразований с последующей разработкой методов ранее инвазивной диагностики и мониторинга эффективности терапии. Метод жидкой биопсии малоинвазивен, менее ресурсов и время затратен, позволяет провести повторную биопсию и подходит для мониторинга заболеваний, а также позволяет учитывать гетерогенность опухоли. В данные исследования были вовлечены клинически здоровые женщины, не имеющие гиперпластических либо воспалительных заболеваний репродуктивной системы, а также отягощенные онкологическими заболеваниями генетикой, и группа первично выявленных больных раком молочной железы в первой и второй стадии без удаленных метастаз. Это была узловая, не мультицентричная форма инфильтрирующего протока в РМЖ со второй степенью злокачественности с рецепторами к эстрогеном и прогистином. При циркуляции в кровяном русле экзосомы способны не только интернализироваться форменными элементами, но и обратимо связываться с их поверхностью. Несмотря на это, при работе с экзосомами крови на сегодняшний день используются лишь свободно циркулирующие экзосомы плазмы. Мы задались вопросом о биологической и диагностической значимости фракции экзосом, ассоциированных с поверхностью форменных элементов, а также ее свойствах и различиях как в норме, так и при развитии злокачественного новообразования. В связи с этим, а также ввиду того, что на сегодняшний день отсутствует золотой стандарт в методах выделения экзосом, нами был разработан и запатентован метод выделения экзосомы крови. В результате кровь делили на две части. Из одной получали плазму, а из другой — суммарные алюации поверхности клеток крови. Визикулы выделяли с помощью последовательных раундов центрифугирования, ультрацентрифугирования и фильтрации через фильтры с диаметром пор 0,1 микрон. На сегодняшний день международным сообществом по изучению внеклеточных визикул составлены рекомендации по характеризации препаратов визикул для подтверждения их экзосомальной природы. В данном исследовании образцы были охарактеризованы в соответствии с этими рекомендациями. А именно, на первом этапе препараты анализировали с помощью трансмиссионной электронной микроскопии. было показано, что они представляют собой мембранные структуры размером до 130 нм. На следующем этапе нами была проведена проточная цитофлоэриметрия для оценки экспрессии на поверхности полученных визикул характерных экзосомальных тетраспонинов. Используемый нами метод позволил не только выявить присутствие маркерных белков, но и охарактеризовать субпопуляцию экзосом по убыванию интенсивности медианы флоэресценции. Таким образом, наиболее часто в крови встречаются экзосомы, экспрессирующие рецепторы CD24 и CD9, в то время как CD63 удается обнаружить на поверхности наименьшего количества экзосом. В заключении о характеризации нами была проведена оценка размера и концентрации визикул с помощью анализатора частиц наносайта НС-300, в результате чего было показано, что нами получены частицы экзосомального размера. При этом при развитии патологии концентрация визикла возрастает в плазме крови и снижается на поверхности форменных элементов крови. Для проведения исследования протеома экзосом крови образцы лизировались, белки разделялись с помощью электрофореза, после чего гели разрезались, подвергались трепсинолизу и полученные пептиды концентрировались с помощью микроколонок ZipTip и анализировали посредством МАУДИТОВ с последующим поиском кандидатных белков в базах данных NCBI и SwissProt. В результате было выявлено 111 из 146 белков в составе экзосом здоровых женщин и больных РМЖ соответственно. 34 универсальных белка встречались как в норме, так и при патологии. Более подробное распределение белков по фракциям представлено на слайде. Для того, чтобы оценить новизну полученных данных и представленность в экзосом подобных структурах, нами было проведено сравнение полученных данных с базой данных визикопедия, содержащая информацию по белкам в неклеточных визиков с помощью программного обеспечения FANRICH. Показано, что 21% всех наших белков идентифицировано в составе в неклеточных визиков впервые, что может быть связано как раз с тем, что нами проанализированы все фракции экзосом крови, а не только экзосомы плазмы. На следующем этапе нами были исследованы свойства и функции белков экзосом. Для этого с помощью программного обеспечения FANRICH был проведен анализ функционального обогащения протеомов по терминам генмофонтологии в отношении клеточных компонентов, молекулярных функций и биологических процессов. Касательно клеточных компонентов показано, что в составе экзосом плазмы и экзосом, ассоциированных с форменными элементами крови, преобладают белки, ранее обнаруженные в цитоплазме, экзосомах и ядре. При этом при развитии РМЖ в экзосомах, ассоциированных с форменными элементами, возрастает доля цитоплазматических белков. Молекулярные функции большинства белков экзосом, плазмы и экзосом, ассоциированных с форменными элементами, до сих пор неизвестны. Однако с развитием патологии в экзосомах плазмы возрастает доля белков с транспортной, каталитической и двигательной активностями и снижается доля белков, способных регулировать транскрипционную активность и связывать ДНК. В то же время в составе экзосомы с сырными с форменными элементами больных РМЖ возрастает доля белков, способных регулировать транскрипционную активность и связывать ДНК, и снижается доля белков с каталитической активностью. По биологическим процессам, как в составе экзосом плазмы, так и в составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами больных РМЖ, снижается доля белков, вовлечённых в передачу сигналов и клеточную коммуникацию, и возрастает доля белков, вовлечённых в метаболизм белков. Следует также отметить, что в экзосомах плазмы онкологических больных возрастает доля транспортных белков и снижается доля белков, участвующих в регуляции метаболизма нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, а в составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами, наоборот. Полученные данные однозначно указывают на различные функции свободно циркулирующих экзосом и экзосом, связанных с клеточной поверхностью. Для оценки диагностической значимости экзосом, ассоциированных с форменными элементами, был проведён сравнительный анализ опухоли ассоциированных белков в составе протеома экзосом, используя базу данных DB-DEPC3.0. Было обнаружено, что в экзосомах плазмы крови РМЖ 64% идентифицированных белков связаны с отлокачественными новообразованиями. Аналогичное распределение опухоли ассоциированных белков обнаружено и в составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами больных РМЖ. 63%. Интересно отметить, что белки, связанные с развитием непосредственно рака молочной железы, были в равной степени представлены в экзосомах как плазмы, так и связанных с форменными элементами. Однако гиперэкспрессированные белки преобладают в экзосомах, ассоциированных с форменными элементами крови. 64% против 14% в экзосомах плазмы. Для оценки роли экзосом, ассоциированных с форменными элементами крови, диссиминации опухолевого процесса, было проведено профилирование экзосомальных белков крови с использованием QUICK-GO по терминам генных онтологий для клеточной миграции и регуляции иммунного ответа. Было показано, что из экзосомальных белков в клеточной миграции участвует 23% от всех белков в норме и 14% при раке молочной железы. Четверть от всех белков в клеточной миграции встречаются в обоих группах. Среди экзосомальных белков, осуществляющих регуляцию иммунного ответа, 27% встречаются в норме, 20% при рамыже. 44% от всех белков иммунного ответа встречаются в обоих группах. Также по результатам анализа литературы среди протеома экзосом были выделены белки, участвующие в эпителиальном мизинхемальном переходе и инвазии. Так, белков, а последующих эпителиальный мизинхемальный переход было выделено 29% в норме и 21% при рамыже. При этом четверть из них встречаются в обоих группах. И, наконец, среди протеома экзосом в инвазии участвует 46% белков нормы и 38% белков при раке молочной железы. Из них 22% встречаются в обоих группах. Примечательно, что белков-супрессоров вышеназванных функций во всех случаях в 1,6 в 4 раза больше в составе экзосом крови здоровых женщин. Более того, важно отметить, что значительная доля белков, вовлечённых в онкогенные проценты от 14% до 30%, встречается исключительно в экзосомах, ассоциированных с форменными элементами крови. Резюме. Показано, что при раке молочной железы концентрация микровизиков в плазме крови растёт. По угланию медианы флуоресценции дезинфицированы следующие субпопуляции визиков. Данные МОЛДИТОВ масс-спектрометрии обнаружили 111 и 146 белков в препаратах экзосом крови здоровых женщин и больных раком молочной железы, соответственно. 48 из них были идентифицированы в составе вне клеточных визиков впервые. Показано, что по клеточной локализации в составе экзосом преобладают белки цитоплазмы, экзосомы ядра. При этом, при развитии рака молочной железы в экзосомах, ассоциированных с форменными элементами, возрастает доля цитоплазматических белков. С развитием патологии в экзосомах плазмы возрастает доля белков с транспортной, каталитической и двигательной активностями и снижается доля белков с транскрипционной активностью и связывающих ДНК. В составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами больных раком молочной железы, возрастает доля белков с транскрипционной активностью и связывающих ДНК, снижается доля белков с каталитической активностью. В экзосомах крови больных раком молочной железы снижается доля белков, вовлечённых в передачу сигналов в клеточную коммуникацию, и возрастает доля белков, вовлечённых в метаболизм белков. В экзосомах плазмы онкологических больных возрастает доля транспортных белков и снижается доля белков регуляции метаболизма нуклеозидов, нуклеотидов и нуклеиновых кислот, а в составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами, наоборот. В экзосомах плазмы и ассоциированных с форменными элементами крови больных раком молочной железы сохраняется представленность опухоли ассоциированных белков, 64 и 63% от всех белков соответственно. При этом доля гиперэкспрессированных опухоли ассоциированных белков в составе экзосом, ассоциированных с форменными элементами крови, значительно выше, чем в экзосомах плазмы, 64 и 14% соответственно. Протеом экзосом крови обогащен белками опухоли ассоциированных процессов, эпителиально-мизинкемальный переход, инвазия, регуляция иммунного ответа, клеточная миграция. При этом доля белков, ингибирующих эти процессы, в газосомах РМЖ в 1,6 в 4 раза ниже, чем в газосомах крови здоровых женщин. Проведённый анализ протеома экзосом, ассоциированных с форменными элементами крови больных раком молочной железы, указывает на роль этой фракции экзосом в диссиминации опухолевого процесса наравне с экзосомами плазмы. В заключение хочется сказать спасибо участникам исследования, моему научному руководителю, Международному томографическому центру и Новосибирскому областному онкологическому диспансеру. На этом у меня всё. С удовольствием отвечу на ваши вопросы. Продолжение следует...